В прошлый раз мы остановились на том, что создали файл и в скрипте добавили возможность брать данные о пользователе и группе из этого файла. Теперь же попробуем в файле указать несколько пользователей и добавить их разом. Если теперь выполнить ту же команду cut, то мы увидим весь список пользователей. Если передать команде user-add такой список, она этого не поймет. User-add может добавлять только по одному пользователю за раз. А значит, нам нужно будет для каждой строчки запускать отдельный user-add. Итак, задача у нас такая. Для каждой строчки в файле var-users создавать группу, проверять sudoers и создавать пользователя. То есть, всё, что ниже 30 строчки. Если речь про повторное запускание одной и той же команды, то речь обычно о циклах. Есть две стандартные команды для работы с циклами – for и while. For обычно связан со списком, а while – с условием, хотя нередко можно использовать и ту, и другую. Давайте начнём с for. Синтаксис такой. For переменная in список значений, do команды done. При запуске команды переменная получит первое значение из списка значений. Потом выполнятся все команды, а после команд переменная получит второе значение из списка значений. И опять выполнятся все команды. И так будет повторяться до тех пор, пока не закончатся все значения в списке, после чего цикл завершится. Вот это повторение называется итерацией. Давайте посмотрим пример. Как видите, сначала переменная number получила первое значение, 1. Выполнилась команда echo. Потом переменная number взяла второе значение, to, ну и так далее. Вроде ничего сложного. Список значений можно задать по-разному. Например, взять его из вывода команды. Но вместо того, чтобы увидеть в виде значения каждую строчку, мы видим пользователя и группу на разных строчках. То есть цикл сначала присвоил переменной line в виде значения имя первого юзера. А после итерации значение переменной стало имя группы. И так с каждой строчкой. То есть вместо того, чтобы разделять значения построчно, значения разделялись по пробелам. Помните, мы в команде cut использовали опцию D, разделитель. И мы этой опцией указали, что разделителем является пробел. Баш, чтобы взять список значений, тоже использует разделитель. Сначала он пытается разделить значения по пробелу, потом по табуляции, и только потом по переводу строки. А чтобы Баш в качестве разделителя использовал сразу перевод строки, нужно об этом ему сказать. Для этого есть переменная EFS, внутренний разделитель полей. Чтобы указать, что мы хотим в качестве разделителя использовать перевод строки, даем переменной такое значение. n это new line. Если хотим знак табуляции, меняем n на t. Если брать, например, etc.pass.vd, то там разделителем выступает двоеточие. Тогда можно указать так. Но с этой переменной нужно быть осторожным. Другие команды в скрипте также могут использовать эту переменную. А значит, то, что у нас работало с пробелами, может начать работать с новыми строками. И чтобы не пришлось переделывать пол скрипта, мы можем поменять эту переменную временно, а потом вернуть старое значение. Но для этого нужно старое значение предварительно сохранить. После выполнения нужных команд можем восстановить старое значение. Но нам сейчас нужен new line. Попробуем запустить скрипт. Теперь все окей. При каждой итерации переменная будет получать в качестве значения целую строку. Дальше нужно просто из этой переменной достать имя пользователя и группы. Допустим, с помощью того же cut. А чтобы передать команде cut значение переменной, можно использовать pipe. В итоге мы достанем из строчки имя пользователя. А чтобы это имя стало переменной, напишем так. То же самое с группой. Последний штрих. Как видите, все сработало как надо. Теперь попытаемся сделать то же самое с нашим скриптом. Предварительно сохраним значение переменной EFS. Тут у нас уже есть строчки на значение переменных из файла. Но это нам не подходит. Потому что нам нужно брать переменные в цикле. Поэтому эти строчки убираем. Попробуем вписать сюда наш цикл. Запустим и проверим. У нас там было несколько пользователей. А создался только последний. Остановите видео, прокрутите назад и подумайте, почему так случилось. Продолжим. Обратите внимание на наш цикл. Переменные получают свои значения. Выполняется команда эхо. А после итерации все происходит заново. Пока не дойдет до последнего значения. И только после этого начинают выполняться все остальные команды. Группы, судоверс и так далее. Нам же нужно, чтобы с каждой итерации выполнялись все эти команды. Что мне мешает поставить done в конце скрипта. Мы сейчас находимся в условии. Я не могу просто посреди for закончить условие if и продолжить выполнять команды for. Команда началась внутри условия. Там же она должна закончиться. Есть вариант скопировать все оставшиеся команды сюда. Но это плохой вариант. Это увеличит размер скрипта. В дальнейшем придется редактировать команды и внутри цикла, и отдельно. Вот у нас уже есть куча команд, и я не хочу, чтобы они повторялись в скрипте в нескольких местах. Чтобы решить эту проблему, я могу объединить все эти команды под одним названием. Для этого я пишу название. Допустим, createUser. Ставлю после названия скобки, а потом внутри фигурных скобок указываю все нужные команды. Это называется функцией. И в дальнейшем, когда я захочу запустить все эти команды, я просто запущу команду createUser. Но функция должна быть задана до того, как к ней обращаются. Поэтому переместим нашу функцию наверх. Скажем, после переменных. А теперь пропишем ее в наших условиях. Просто написав createUser в командах каждого из условий. Но тут есть еще один нюанс. EFS возвращает старое значение после выполнения цикла. А значит, после выполнения всех команд функции. А так как все наши команды там, то лучше перенести эту команду в начало функции. Хорошо. Давайте пройдемся по скрипту. Вначале мы проверяем на root права. Задаем переменные. Создаем функцию. Тут у нас все нужные команды для создания группы и пользователя. А в конце у нас проверка, как мы запускали программу. С параметрами, с файлом или интерактивно. В зависимости от этого назначаются переменные и запускаются функции. Окей, давайте протестируем. Как видите, все пользователи создались, все работает нормально. Теперь немного проработаем наше интерактивное меню, то есть опцию else. Теперь при запуске скрипта в этом режиме оно запросит юзернейм, пароль, создаст пользователя и закроется. Я бы хотел, чтобы после создания пользователя наш скрипт не завершался, а предлагал заново создать пользователя и всякие другие менюшки. Для этого мне понадобятся две команды. Первая будет показывать меню. Это команда select. Синтаксис чем-то похожа на for. Select переменная, in список значений, do команды, done. Например, select показал нам меню, где с помощью цифр мы можем выбрать какое-то из значений и переменная получит это значение. Дальше выполнится команда и после нее опять появится меню. Теперь мне нужна команда, которая в зависимости от значения переменной будет запускать какие-то команды. Речь про команду case. Синтаксис такой. Case переменная, in значение 1 команды, значение 2 команды и звездочка все остальные команды, если значения нет в списке. и в конце yesac, то есть обратный кейс. Например, как видите, значение переменной было van. Оно подошло под первую опцию, вследствие чего сработала первая команда. Теперь объединим select и кейс. Например, теперь select предлагает нам выбрать одно из значений. Это значение назначается переменной number, а затем кейс, в зависимости от значения переменной, запускает соответствующую команду. А чтобы не застрять в бесконечной петле, в списке опций пропишем что-нибудь типа stop. А в кейс используем команду break, чтобы прекратить цикл. После break цикл прерывается и начинают выполняться другие команды. Теперь добавим это в нашем скрипте. Допустим, сделаем так, чтобы можно было добавить пользователя, посмотреть текущих пользователей, либо выйти. Сохраним, удалим файл, чтобы наш скрипт предложил интерактивное меню, и попробуем запустить скрипт. выбираем опцию 1. У нас выходит приглашение ввести имя пользователя и группу. Окей, нажимаем Enter. Теперь выбираем 2, и видим список всех пользователей. Выбираем 3, и выходим. Подводя итоги, сегодня мы с вами разобрали команду for, с помощью которой мы можем создавать цикл, переменную ifs, функции с помощью которых мы можем вызвать одну или несколько заранее прописанных команд. Команду Select, с помощью которой мы можем создать интерактивное меню. И команду Case, с помощью которой мы можем запускать команды в зависимости от значения переменной. Переменной переменной.